добрый день всем сегодня на обзоре очередной предмет моей коллекции это наконец-то бенч мэйд 417 black факт black потому что он имеет dlc покрытие diamond like coating что означает алмазоподобное покрытие но она на самом деле не везде им не покрыта та часть пятые клинка которая скользит по аксису и так или иначе все равно будет это покрытие стираться на медных шайбах выполнен узел access lock знаменитый то мы знаем и немножко давайте вернемся к упаковке вот такая коробочка назначение для него изготовители предполагают тактическое и everyday carry manual open означает что он открывается не автоматически а с помощью пальцев руки 30 на стали вот такая коробочка изнутри из грану образного пенополиуретана и что интересно вот на этой части коробочки мы имеем на части стикера black class что означает применение этого ножа спец подразделениями возможно да поскольку он имеет тактический вид возможно что-то довольно глубоко пронзать но все-таки учитывая толщину клина в 3 и 3 десятых миллиметра в обухе то есть вот здесь я не думаю что он не какие-то силовых нагрузок будет хорошо приспособлен атакующий был стикер него с торговой маркой axis зарегистрирована торговой маркой а также что если вы хотите клипс переставить на другую сторону то есть под левшей переставьте подобие гарантийного талона в котором что примечательно указывается что не покрывается перед . лезвия вот из нот кауэрд решеприн у дублей покрывается только замена запчастей которые изнашиваются например эти известные омега образные пружинки эксиса которые у людей слышал очень часто летят при интенсивном использовании они действительно не очень толстые и особенно у любителей открывать и закрывать нож одной рукой то есть отводя в сторону только как бы назовем так шпенек мы видим что эксис работает не совсем симметрично поскольку эта часть идет больше вниз а это как бы остается более напряженном состоянии я думаю что все таки лучше им пользоваться в легитимном режиме то есть двумя пальцами большим и указательным оттягивать на себя и затем его открывать можно без помощи второй руки точно также складывать складывание идет очень мягкая с таким заключительной стадии интересно будет ли видно какой-то пружи пружинищие движения незаметно на эту камеру тем не менее 30 к на клинке как мы уже знаем длина лезвия 99 с половиной миллиметров на сайтах продаж указана 10 толщина клина 3.3 общая длина рукоятки общая длина ножа 221 или на рукоятки 121 что в общем то полностью совпадает с тем что как бы лезвие и рукоятка в сумме составляют то самое число конструкция у него совершенно открытая роль рукоятки выполняет плашка выполняет анодированный алюминий лайнер я полагаю стальные тоже из какой стали вам не скажу на сайте не указано симметрия клинка я считаю что идеальная кто-то когда-то нарекал на то чтобы они смеют не всегда это соблюдает очень красивая тактическая без опознавательных логотипов клипса очень глубокой посадки то есть за под лицо с рукояткой это все она не жесткая довольно мягкая но эти ребра на алюминиевые ребра на плашках они наверно будут карман довольно таки сильно натирать растрепая его шов винтики могли бы быть утоплены более глубоко я считаю хотя они имеют все равно не очень высокие шляпки в руке он лежит очень очень удобно насечки под большой палец на опухе очень мягкие абсолютно не царапающие создающие при этом достаточно хороший упор для обеспечения отсутствия соскальзывания его на фальшь лезвие которое начинается сразу за насечками и она довольно узкая я его не замерял какой он толщины получилось у них но имеет ширину я бы сказал начинается примерно в пол ширины лезвия и заканчивается где-то в треть очень красивый сперрпойнт логотип бенчмейт понятно бабочка этот нож можно использовать также как я вару поскольку он в руке лежит идеально вообще не выпирая ничего не задевая шириной лезвия не мешая схватывать рукоятку в полный крепкий полнопальцевый хват я вот и так назвал и что-то этим местом ударять хотя конечно стеклобоя никакого нет и клипса тоже наверно будет мешать но тем не менее до раскрывать конечно я его еще пока не научился этому первый нож с эксисом и первый панч мэйт конечно же тому самый дорогой предмет моей коллекции на данный момент и изначально я намеревался купить себе бенч мэйт факт 417 в 100 воши но когда появился этот black мне он понравился намного больше и я решил приобрести его хотя он стоил где-то на 30 евро дороже изначально цель была просто во-первых приобрести бенч мэйт чтобы он чтобы это этот бренд также имел хоть один экземпляр моей коллекции второе это конечно же эксис лог чтобы также был что-то на эксисе естественно не ганза подобное что-то фирменное аутентичное тем более сделанное в америки сша и третье я думал что а почему бы и нет почему мне не привести какой-то нож коллекцию с dlc покрытие потому что ни одного до сих пор у меня так и не было не считая бричера 2 вот бекер магнум который на самом деле просто blackwash а не dlc покрытие и изначально я нацелился на dark talon от экстрема ратио но чем-то он мне не понравился видим какой-то простецкой простецким оформлением и наверно все таки излишней длиной лезвия в 12 сантиметров что для городского и дискишника наверное не очень удобно тем более что не все карманы под такую длину могут быть рассчитаны хотя там точно также клипса глубокой посадки небольшой очень небольшой горизонтальный люфт практически отсутствующий вертикальный можно сказать что его нет горизонтальный немножко есть я не знаю можно потом путь подтяну и пробовать осевой узел конечно он будет после этого много тяжелее ходить и так думаю легитимное открывание его конечно же вот такое это мы понимаем то есть за шпинек они игра с аксисом как это привыкли делать разнообразные пользователи продукции benchmark я думаю что это неправильно тем более что это пружинка она конечно стальная но насколько это сталь каленая и гибкая это вопрос я слышал что она летит очень пружинка сталь летит очень и очень часто и это является наиболее частым предметом заказов на сайте на сайте benchmade в качестве гарантийной замены какого-то узла так что если открывать его легитимно аксису по идее ничего случиться не должно замок отчитается очень надежным пока конечно целые пружинки вес ножа 92 грамма он вообще на кармане практически чувствоваться не должен да и в руке он вообще не весом практически за счет абсолютно открытой конструкции он очень хорошо приспособлен для очистки и вымывания ну в то же время также он очень хорошо доступен для попадания туда всяких грязных элементов как-то пыли крошек и волокон ткани вместе с тем нож очень красив элегантен я вот даже приобрел даже не приобрела нашел такую вещь честно говоря не знаю что такое металлическая пластина и какие-то демпфирующие подушечки я их вырезал создать таким образом какое-то подобие подставочки под ножи которую так вот можно использовать так что нож очень красив рекомендую всем приобретению кто способен выложить соответствующую сумму за него как для коллекции он безусловно этого стоит абсолютно все этой суммы как и десишник честно говоря не знаю насколько он может быть эффективен в качестве и десишника потому что он довольно большой на длину лезвия он узкий то есть он предназначен по идее только для нарезания и протыкания то есть что-то намазать им будет довольно сложно ну наверно как сам сами бейджмейдовцы говорят что нож у них предназначен только для резки чего-то хотя поскольку это как они сами говорят тактик непонятно почему они ограничивают его применение только резкой режет он на самом деле относительно неплохо как мы видим нарекание на классическую бенчмейдовскую заводскую заточку имеет место быть хотя бы конечно тонкая еще не знаем чем тоньше бумага тем она труднее режется и труднее легче гнется уже когда он врезался в материал уже конечно дело пошло полегче перетачивать его пока не собираюсь 30 как мы знаем это материал который относительно быстро теряет первоначальную бритвенную если конечно таковая была бы заточку но довольно долго у него остается пилообразная за . или назовем его до микро пилка которая в котором состояние остается очень и очень долго и может выполнять эти функции функции резки чего-то он конечно не ювелирная или ювелирной резки бумаги каких-то предметов вещей продуктов и так далее давайте посмотрим как у него заточка выполнена какой здесь гринд довольно грубый конечно очень грубый видно что просто вертикально каким-то грубым камнем заточка осуществлялась и соответственно это мы и видим в процессе резки бумаги этот эффект это бенчмейдовская характерная фишка с такой заточкой с этим ничего не поделаешь по-другому они точительные ножи я так понимаю не собирается но в остальном он выполняет свои функции очень красив элегантен как я уже сказал отличный джентльмен отличный предмет моей коллекции на этом все спасибо пока